Мы с вами продолжаем изучать историческую геологию, и следующее наше занятие, которое мы с вами проходим, это развитие платформ мезозои и кайнозои. Очень важно понимать, что эти структуры уже образовались, мезозои и кайнозои, и что же с ними происходило в это время. Давайте рассмотрим структуры, которые образовались в это время. Будем рассматривать их на примере Восточноевропейской платформы. Если помните, что Балтийский щит ошел туда, это просто территория СССР бывшего, и вот Восточноевропейская платформа, и на примере Сибирской платформы, которая вот здесь вот с щитом, в месте которого мы с вами здесь можем увидеть. Ну и давайте посмотрим, что же мы с вами должны показать. Работа выполняется на бланковке СССР или бланковке, наверное, СССР, или бланковке, которая соответствует вот этой геологической карте. Соответственно, первое, что мы с вами должны показать, это, конечно, границы платформ. Мы их нарисуем вместе с областями Байкальской складчатости. Значит, здесь мы рисуем по Уральским горам, включая Тимано-Печорскую низменность, включая щит. Здесь, к сожалению, до конца не видно. И дальше по прямой, вот здесь вот мы помним, да, линии Торквеста по границе, по перешейку Крыма, включая Донбасс, и здесь Прикаспийская низменность. И вот у нас граница Восточноевропейской платформы, и граница Сибирской платформы. Для простоты обычно рисуется у нас здесь предтаймырский краевый прогиб, то, что мы с вами в прошлом занятии знаем, что он, соответственно, образовался после поздней герцинской складчатости. Здесь у нас по Лене чуть-чуть Лена течет по краевому прогибу, а мы с вами тоже знаем, что краевые прогибы формируются со стороны платформы, поэтому рисуем по восточному краю этого краевого прогиба, чуть-чуть не доходим до Охотского моря, рисуем, соответственно, щит, да, Алданский щит, включая вот эти области, которые калейдонит вокруг озера Байкал, и вот здесь по Енисею, собственно говоря, поднимаемся на север. Вот мы показали границы плит, которые мы с вами, платформы, которые мы с вами будем рассматривать. Важными структурными элементами, которые нужно показать, это, конечно, щиты, которые необходимы, которые не перекрываются осадочным чехлом и, безусловно, не испытывают никаких, ну, как бы не перекрываются никакими осадками и поэтому сохраняют свою структуру поверхности. Вот складчатое основание, это у вас будет Балтийский щит, это у вас будет Украинский щит, это у вас будет Алданский щит. Вот это щиты, которые нужно показать. То есть красным цветом первое, что у вас будет, это, соответственно, первое, это линия, это границы платформ, да, плюс области, области байкальской складчатости. Лучше показать их красным цветом, поскольку мы говорим, что это структуры, которые соответствуют археепротрозойскому складчатому основанию, соответственно, они заложились в археепротрозой. Следующее, что вы покажете, это границы расположения смежных подвижных поясов. Это можно нарисовать, ну, каким-то, например, зеленым цветом, не важно, да, значит, границы смежных поясов, смежных подвижных поясов. Значит, что мы здесь с вами показываем, это, конечно, урал-монгольский пояс, вот он, да, у нас с вами вот тут вот под уранской плите, а вот это урал-монгольский пояс и это средиземноморский пояс, который мы с вами тоже показываем. Ну и здесь у нас это восточно-азиатский пояс, вот его границы, да, тоже мы его показываем. Ну и следующее, что у вас будет, это мы будем показывать плитные, да, участки, которые развиваются у нас с вами в полиозои и не прикрываются, с протерозои до и в полиозои и не перекрываются осадочным чехлом, мезозои и кайнозои. То есть эти участки у вас будут просто не закрашены никаким цветом, да, и, соответственно, внутри платформы у вас будут некие участки, закрашенные цветом и некоторые участки, которые совсем не закрашены каким-то цветом. Вот это вот как раз будут участки, которые не перекрыты мезозойско-кайнозойским чехлом. Ну и следующее, что мы начнем с вами, это, конечно, рассматривать восточноевропейскую платформу. Здесь мы показываем, первое, что у нас будет, это синеклизы, а это, помним, да, синеклиза, это структура, которая имеет большую мощность осадков, да, то есть мы ее показываем синим цветом, и эти синеклизы формируются у нас, начиная с полиозоя и продолжая свое развитие и в мезозое, и в кайнозое. В мезозое некоторые только до мела, даже в кайнозое они фактически не участвуют, только в мезозое. Значит, это синеклизы, синеклизы, унаследовавшие развитие, да, ну так, унаследовавшие, да, унаследовавшие, наследовавшие развитие с полиозоя и до мезозоя, некоторые только поздний мел, да, до позднего мела. Значит, давайте посмотрим, какие это структуры и как их можно увидеть на карте. Если мы говорим, что это структуры, которые у нас следовали свое развитие, то есть это были синеклизы изначально, еще в полиозое и продолжают как синеклизы развиваться и в мезозое. Ну, это, конечно, московская синеклиза, вот эта вот область, да, и печорская синеклиза, вот она, да, вот тут вот видно, вот фиолетовый цвет, да, синий цвет, и, поскольку это геологическая карта, и меловые отложения, это вот в этой структуры. Мы видим, что печорская синеклиза заложилась еще раньше, да, в карбоне и уже развивается, также развивается и в Триасе, в Юре и в Милу, то есть поскольку вот выходы отложений показаны на поверхности. Если мы посмотрим, например, московскую синеклизу, да, что видим весь вот с карбона, да, здесь видим отложение девона-карбона-перми, ну, девона меньше карбон-пермь, и также мы видим, что она развивается и в Триасе, вот у нее фиолетовое поле, и продолжает развиваться еще в Юресине поле, и совсем немного мы видим, что вот она развивается и в Милу, но уже не так интенсивно, то есть она не так интенсивно прогибается, а фактически уже в Милу не прогибается, как печорская синеклиза. Следующая структура, которую мы с вами должны показать, это синеклизы, унаследованные с позднего полеозоя, интенсивно прогибающиеся в мезозои и кайнозои, то есть если эти структуры, мы говорили с вами о том, что она практически к Милу уже не прогибается, то те структуры, которые мы с вами будем показывать, ну, они у нас будут показаны, например, голубым цветом, то есть это интенсивно развивающиеся, в мезозои, да, а заложившиеся, интенсивно развивающиеся в мезозои, но мы говорим о том, что заложились они еще в полеозои. Какие же структуры мы здесь с вами должны показать? Ну, в первую очередь, это, конечно, прикаспийская низменность, которая, мы видим, что до сих пор существует как интенсивно прогибающаяся синеклиза, вот эту структуру вы показываете. Следующая структура, которую мы должны показать, это структуры, мы их нарисуем зеленым цветом, потому что они, собственно говоря, в мезозои развиваются, зеленые. Это структуры, которые, новообразованные синеклизы, развивающиеся с конца Перми и до полиогена, да, то есть новообразованные. Новообразованные синеклизы, да. Значит, какие же мы здесь с вами должны показать? Это две синеклизы. Это польско-литовская и украинская. Значит, вот это вот мы видим, да, но здесь не хватает немножечко, да, вот так вот, польско-литовская вот это. И вот тут то, что выше украинского щита, вот это вот синеклиза, это у нас с вами украинская синеклиза. Дальше следующая структура, которая тоже светло-зеленым, это был темно-зеленый, да, там темно-зеленый цвет. Теперь светло-зеленым, светло-зеленым, это структуры, которые новообразованные тоже, но они развиваются со средней юры до полиогена. Если мы там говорили, что сперми до полиогена, давайте напишу, что сперми до полиогена, то это новообразованные... Новообразованные тоже синеклизы, это все у нас синеклизы. Синеклизы, которые развиваются у нас с вами, да, с юры и до полиогена. Значит, с юры до полиогена. Давайте посмотрим, какие же это структуры. Это ульяновско-саратовская синеклиза, это вот это, что строго... Мы видим, что здесь у нас юрские отложения, вот тут меловые и полиогеновые, да, то есть мы увидели эту структуру. И последнее, что мы с вами показываем, это новообразованные синеклизы, развивающиеся с юры и поныне. То есть это у нас, соответственно, он там тоже зеленый, но лучше желтым показать, поскольку поныне желтым цветом. Да, то есть это тоже новообразованные. Синеклизы, которые развиваются у нас с вами, да, со средней юры, юры 2 и до нынешнего времени, до четвертичных отложений, да, до четвертичного времени. Ну и это понятно, это, ну мне понятно, конечно, причерноморская впадина, например, черноморская синеклиза. Вот она вдоль вот этого Черного моря, а мы здесь говорили, что у нас здесь плиты молодые, вот эта вот часть, да, вот эта причерноморская, она является этой структурой. Таким образом, мы с вами что видим? Что у нас есть унаследованные структуры, вот они, они у нас на севере и в центральной части, большая часть на севере и в центральной части, и новообразованные это в южной части платформы. Если говорить про лено-енисейскую плиту и на сибирской платформе, вот она, мы говорили, что в Венде здесь существовал щит, да, алданский щит, и все было остальное лено-енисейская плита. Позже они испытывали воздымание, формировались разные структуры, но теперь давайте посмотрим, какие же структуры существуют в мезозое и кайнозое. Ну и первое, что мы с вами должны показать, это унаследованная с позднего полиозоя структура, это тунгусская синеклиза. Вот она, да, вот все, что фиолетовым цветом, вот это у вас тунгусская синеклиза, вы ее показываете тоже синим цветом. Чем она так характерна, да, что она заполняется траповой формацией, это вулканические образования, континентальные вулканические образования основного состава, которые сформировались в результате растрескивания, да, здесь коры, таких формирования глубоких прогибов трапов, из которых изливалось, скажем, магма, да, мантийное вещество основного состава, и здесь вот образовывались такие огромные поля вулканические, да, вот этих вот так называемых трапов, как они получили название, траповой формации. Следующее, что мы должны показывать, значит, это у вас была восточноевропейская платформа, восточноевропейская платформа, это будет сибирская платформа, сибирская, да, значит, и первый квадратик там синего цвета, синего цвета, это у вас будет унаследованное с полиозоя и заполненное вулканогенно-осадочными, значит, унаследованные, следованные с полиозоя, да, и траповая формация. То есть это очень важный момент, запомнить, что там у нас с вами траповая формация, вулканогенная толща, да, континентальная. Значит, следующее, что вы должны показать, это следующий квадратик у нас с вами будет, это, соответственно, отложения, которые, новообразованные прогибы, заполненные морскими и континентальными отложениями, то есть это будет, ну, например, светлый-синий, светлый-синий, новообразованные, зованые синеклизы, морские плюс континентальные отложения. Да, морские, да, и континентальные отложения. Значит, какие структуры мы с вами здесь показываем? Это, конечно, Лена-Енисейский прогиб, да, это вот эта структура большая между Енисеем и Леной. Следующее, что мы должны показать, предверхоянский прогиб, это вот эта структура, да. Следующее, что мы должны показать, это вилюйская синеклиза, это вот такая большая структура, вот она, вилюйская синеклиза, здесь речка Вилю течет, вот она, да, И вот это у нас Вилюйская синеклиза, Приверхоянский прогиб и Леногенесейский прогиб. Вот это структуры, которые мы видим по окраине. Вот эта платформа развивается, то есть платформа, если в нынешних координатах с севера и с востока, испытывает погружение. В центральной части у нас гигантские трапы вулканического происхождения. Ну и последующие впадины, которые должны быть показаны, они тоже новообразованы. Можно нарисовать их каким-то голубым цветом, поскольку они юрские. То есть пишем голубой цвет. Это у нас, соответственно, новообразованные впадины, заполненные континентальными угленостными отложениями. То есть новообразованные, значит, юрские, значит, отложения, да, юрские у нас с угленостными, угленостными отложениями. Значит, соответственно, можно предположить, что они большей частью континентальны, но мы с вами помним, что есть лимнические и параллические угли. Лимнические угли – это угли, которые формируются в озерах, а параллические – это в лагунах или в переходных областях. Значит, соответственно, какие же мы должны с вами показать. Первая впадина – это вот эта вот, видите, синего цвета. Вот эта называется Каннская. Вот где у нас Енисейский кряж, и вот под ним, да, на юг, вот эта вот Каннская впадина. Следующая вот эта синяя такое вот большое пятно мы видим, да, вот эта вот. Это у нас с вами Иркутская впадина. И на щите, вот у нас был щит, и на щите мы видим разломы, и в них как бы формируются прогибы такие. Это две впадины, которые заполнены континентальными угленностными отложениями. Это Чурпанская и Токинская. То есть мы видим, что если здесь у нас Велиюрская синяя конелеза, были юрские морские отложения, что здесь могли формироваться угли параллические. А на щите, безусловно, где не было влияния никакого подвижного пояса, то мы здесь видим континентальные или лимнические угли. То есть это большая разница. И следующая впадина, которую мы показываем желтым цветом, то есть желтым цветом квадратик. Желтый. Это наложенная впадина, да, то есть впадина, которая заполнена континентальными обломочными отложениями. Это у нас с вами, она кайнозойская. Если те были все мезозойские, это кайнозойская впадина. Значит, ее хорошо видно. Это Якутия, якутская впадина. Вот она, вот она желтенькая. Да, это вторичная впадина, которая сформировалась, уже наложилась на впадину вилюйскую. Вот она, якутская, которая формируется в кайнозое. Вот, собственно, структуры, которые вы должны показать. Что здесь еще важно показать? Это, конечно, трансгрессия и регрессия, граница трансгрессии и регрессии. Особенно это характерно для восточной европейской платформы. Значит, мы пока можем показать меловую трансгрессию, которая у нас была достаточно широкая. Мы видим, что это был пролив через всю платформу, потому что меловые отложения мы с вами видим здесь. Но в первую очередь, конечно, надо показать юрскую трансгрессию, поскольку она очень важна. И указывает на то, что в Юре здесь вся платформа была погружена. И через всю платформу фактически шел такой пролив от северных морей до к Средиземному бассейну или океану Тетис. То есть вот этот юрский пролив мы с вами здесь показываем по выходам юрских отложений. Вот видим, что пролив через всю платформу и расширяется он к Средиземноморскому поясу. Дальше меловые. Если поздние меловые отложения, то мы видим, что они доходят только до Москвы и дальше уходят в Прикаспийскую низ. Это была одна из самых больших трансгрессий, которая шла, как мы видим, с нынешнего юга, с Средиземноморского пояса. И видим, что это была широченная трансгрессия, которая проявилась на Восточноевропейской платформе. И последняя трансгрессия, которую мы должны показать, это полиогеновая. Видим, что у нас она сокращается, что площадь трансгрессии значительно сокращается по сравнению с меловой или юрской трансгрессией. И, соответственно, вот территория полиогена. Полиогена у нас полиогена вот здесь, а неоген, как видим, еще меньше. Значит, показываем полиогеновую трансгрессию. То есть мы видим существенную разницу между Восточноевропейской и Сибирской платформой. Восточноевропейская, начиная с Триаса, на самом деле это унаследованное развитие, начиная с Триаса у нас идет пролив через, а если унаследован, то и с Перми, еще раньше, с Карбона. Идет пролив через всю платформу, которая закрывается к позднему мелу. И видим, территория трансгрессии сокращается и в полиогене. То есть северная часть платформы начинает приподниматься уже в мелу и в полиогене, стоит высоко. То есть она не перекрывается осадочным чехлом. Если мы говорим про сибирскую платформу, то мы говорим, что ее центральная часть находится высоко. И здесь у нас проявляется тракповый луканизм континентальный. И только ее самое северное и восточное побережье испытывает погружение. И здесь формируются такие прогибы, которые есть еще в Юре и немного в Милу. Но в Милу это фактически уже континентальные отложения. И в Юре опять же мы видим, что есть юрские впадины, которые заполнены угленосными отложениями. То есть они фактически континентальны. Значит, получается, что восточноевропейская платформа в начале Мезозоя была погружена и Кайнозоя испытывает поднятие. То сибирская платформа в Мезозое уже стоит высоко, только ее края погружены. А в Кайнозое она стоит уже высоко и нигде, потому что Якутская впадина тоже континентальное отложение, нигде. А чехол в Кайнозое уже не формируется. Вот это, собственно, история развития платформ северного полушария. То есть на примере восточноевропейской и сибирской платформы мы видим, как развивались платформы в Мезозое и Кайнозое. Ну, собственно говоря, на этом все. То есть работа должна быть выполнена, собственно говоря. И понимание того, что происходило с восточноевропейской и сибирской платформой, надеюсь, у вас появилось. Субтитры создавал DimaTorzok